Руслан, привет! Здравствуйте! После сегодняшних новостей, после того, что журналистам в New York Times все-таки удалось доказать, что это видео не подделка, что это не фейк, что это действительно происходило, как ваша команда оценивает случившееся в Макеевке? Можно ли сейчас говорить, что же там произошло на самом деле? В результате этих новостей от New York Times, в принципе, ничего нового известно не стало. То есть они просто подтвердили, что видеозаписи реальны, но, в принципе, мы и так это понимали. В последние два дня было очень много споров, что произошло в этой ситуации, то есть является это въеденным преступлением или не является. В принципе, вроде как большинство сходится во мнении, что остальные 11 человек, которые, как бы, не видим, что они стреляли, что они были убиты украинскими солдатами, и в основе спор возникает то, что правильно они поступили или нет, и вообще законно это или нет. И приводилось много аргументов, в том числе в спорах со мной, почему это правильно. Многие приводили аргумент, что раз сдается группа, и один из нее совершает вероломство, то есть он притворяется сдающимся, а начинает вести и открывать огонь. Соответственно, как будто бы вся группа совершает военные преступления, соответственно, именно вся группа завязывает бой, а не один человек. Ну, я с такой трактовкой законно не согласен, и наша команда с такой трактовкой не согласна. Мы считаем, что в соответствии с Женевской конвенцией нет такого понятия, как коллективная ответственность. То есть если сдается группа, и только один ведет бой, ну, совершает вероломство, то только с ним можно вести бой, а остальных как бы казнить за это нельзя. Многие приводили аргумент, что остальные были убиты случайно, потому что, ну, завязалась перестрелка, естественно, у вас там доли секунды на то, чтобы среагировать, естественно, вы не успеваете там прицелиться, начинаете открывать ответный огонь, и как будто бы вот в результате боя остальные случайно, скажем так, были убиты. Для нас это тоже выглядит довольно-таки неправдоподобно, потому что лежачие люди, они лежат на земле, естественно, это очень низкая цель, а человек стоит и стреляет с автоматом, поэтому я не представляю, как можно настолько промахнуться. Тем более, ладно, если промахнулся, ты попал, случайно убил там одного-двоих лежащих, но 12 человек убитых, я не могу представить, что вот так промахнулись. Плюс по кадрам последствий мы видим, что у многих из них прострелены головы. И, собственно, в этой статье New York Times один из экспертов, он тоже это прямо подтверждает, там он эксперт в сфере медицины, он тоже сказал, что по кадрам мы видим, что у большинства из них прострелены головы. Многие также проводили аргументы, что украинцы, они до конца не знали, сделать что-нибудь остальное или нет. Может быть, они сейчас вскочат и начнут тоже стрелять в ответ. Может быть, они вообще не безоружны, может, у них у кого-то из них там граната есть. На наш взгляд, такие объяснения тоже являются неправдоподобными, потому что, во-первых, представим, что, допустим, у них еще у кого-то есть автоматы. Когда меня вызывает удивление, что 12 вооруженных людей решили сдаться, потому что встретили четырех вооруженных украинских солдат, это выглядит очень неправдоподобно. Дальше. Ну, представим, допустим, что еще у одного был там пистолет, допустим, или граната. И, допустим, он попытался там вскочить в последний момент и тоже открыть огонь. Но тогда почему у всех тела лежат прямо ровно на тех же местах, где они изначально легли? Если это так, то получается, если он вскочил и открыл огонь, и его убили, то получается, кто-то специально положил тело его потом обратно, чтобы оно лежало точно так же, как он изначально и ложился. И еще момент то, что говорили, что они вот не предупредили, что там будет стрелять, что человек сейчас выйдет, и он на самом деле сдаваться не будет. И типа поэтому они тоже совершили вероломство, и поэтому их нужно, типа, наказать. Вот. Но даже если представим, что... Даже представим более плохую ситуацию, что изначально стрелявший из автомата не хотел стрелять, а его заставили остальные. Типа сказали, мы сейчас выйдем отключом, а ты вот обязан выйти и начать открывать огонь, спасать нас всех. Даже в этом случае нельзя просто так брать и самому вершить правосудие. То есть становиться таким судьей и приговаривать остальных людей к расстрелу за завершенное вероломство. Это тоже противоречит Женевской конвенции. Много было вопросов того, типа, когда начинается статус военнопленного. И мы в этих дискуссиях, спорах в Твиттере, которые длились там все эти два-три дня, друг в друга кидались статьями конвенции много. Я постоянно цитировал статью, по-моему, это 47-я первого протокола Женевской конвенции, где написано, что любой комбатант, попавший во власть неприятеля, является военнопленным. И все. На этом определение заканчивается. Нет никаких условий в духе, что он должен быть обыскан, что он должен быть связан или допрошен. Таких условий нет. Как только он оказался во власти неприятеля, он военнопленный. Соответственно, убивать его уже нельзя. Что такое во власти неприятеля? Это когда вы увидите, что человеку уже отказывается вести бой и подчиняется вашим приказам. Собственно, на первой видеозаписи по всем, кроме одного, мы ровно это и видим. Они выходят с поднятыми руками и подчиняются приказам ложаться на землю. Соответственно, получается, они во власти этих украинских солдат, соответственно, они военнопленные. Поэтому мы не можем представить каких-то других правдоподобных объяснений тому, что произошло, кроме того, как нам кажется, что это был именно расстрел остальных солдат, кто лежал на земле. И да, мы в курсе про то, что нам многие писали, что то ли один убитый украинский солдат, то ли двое убитых украинских солдат, то ли трое раненых, но при этом все живы. В общем, тоже цифры очень сильно разнились со второй стороны. Но этот вариант тоже не допускает возможности казнить остальных. Если, соответственно, вы больше теперь не можете взять в плен всех 12 сдавшихся, ну или 11 сдавшихся, и при этом у вас есть раненый, то, на мой взгляд, правильный был бы шаг, это прикрываясь оружием, на случай, если кто-то действительно вскачет и попытается тоже повести бой, прикрываясь оружием, отступать и спасать своих. Вот и все. Правильно, я говорю, не в формате того, чтобы взять и всех казнить. Поэтому, как я и сказал, из всех тех аргументов, которые я услышал за вот эти два дня, о статусе... А, еще один популярный аргумент был по поводу того, что есть процедура сдачи в плен, и она была нарушена. Но кто эту процедуру придумал, то есть, видимо, есть какая-то просто условно среди военных процедура, но она не является законодательной. То есть, она не написана в Женевской конвенции. То есть, нет ничего такого. Нельзя взять просто и сказать, у меня есть процедура, и вы должны подчиниться моей процедуре, и моя процедура закон. Так тоже не делается. Вот поэтому наше мнение пока что никак не изменилось. Исходя из этих двух видеозаписей, мы не видим никакого другого родоподобного объяснения, кроме как того, что было два военных преступления. Первое, это конкретно вероломство со стороны российского солдата, который притворился сдающимся и открыл огонь. А второе, это внесудебная казнь, внесудебная расправа над военнопленными. Руслан, еще один уточняющий вопрос буквально. То есть, по факту нет четкой нормы, которая могла бы полностью ответить на все вопросы касательно этой ситуации, и все еще остается такая возможность для самых различных трактовок, как ты сказал, учитывая, сколько мнений возникло вокруг этой ситуации. Ну, я так не считаю. То есть, я вижу, что определение в Женевской конвенции по статусе военнопленного очень конкретное, что если вы оказались во власти неприятеля, вы военнопленный. Там нет никакого условия, что, типа, вы должны быть связаны, или вы должны предупредить об остальных, или у вас не должно быть оружия. То есть, просто сам факт, вы отказались вести бой, вы сдались во власти неприятеля, все, вы военнопленный. Но, тем не менее, люди считают, что есть какие-то дополнительные трактовки, дополнительные моменты, какие-то дополнительные процедуры, которые тоже как-то на это все влияют. по закону на самом деле нет не влияет то есть на мой взгляд все очень конкретно описано в эти женевской конвенции но здесь все ясно для нас по крайней руслан тогда еще один вопрос я думаю что я вижу даже по чату некоторые зрители они вопрошают дескать ну легко рассуждать о том как нужно брать в плен когда сидишь в теплой студии так далее ну вот если переходить на конкретные примеры были ли в ходе этой войны случаи когда была аналогичная ситуация когда какой-то из будущих пленных вел себя неадекватно и в итоге я не знаю убили всех или наоборот убили только того кто вел себя неадекватно да ну и собственно в этих спорах я тоже приводил такую видеозапись мы тоже наталкивались буквально недели две назад это тоже были украинские военные ситуация на мой взгляд с этим многие не согласны но на мой взгляд она очень очень как минимум очень похоже если сказать аналогично мы ведь на ней мы видим украинский солдат которые берут в плен российских солдат мы видим на троих лежащих которые с поднятыми руками они лежат и есть 4 который я сначала лежит притворяется сдающимся потом когда к нему подходит украинский солдат он до этого лежавший на животе переворачивается и пытается бросить него гранату и это запечатлено на видеозаписи естественно по нему тут же открывают огонь украинские солдаты и его убивают что вполне справедливо и законно потому что он совершил военные преступления акт вероломства и при этом на этой же видеозаписи мы слышим как украинский солдат который тоже стрелял поэтому попытавшемуся бросить гранату он своим сослуживцам стоящим сзади говорит вот этих не стреляй те которые сдались и которые лежат типа этих не стреляйте потому что они ничего не сделали вот поэтому на взгляд да и я согласен с вами что легко так рассуждать сидя на теплом диване не находясь в зоне боевых действий и так далее но как бы закон и закон я не могу найти здесь никаких других легитимных законных оправданий тому что произошло давай тогда продолжим обсуждать и все что происходит на линии фронта если верить некоторым сообщениям идет какое-то обострение действительно ли это так за каким направлением миссии эти наблюдают особенно тщательно вот что сейчас вырисовывается наиболее объемно и наиболее ярко среди происходящего на фронте за последние дни мы увидели активизацию во первых на бахмутском направлении где в основном работает группа вагнера и там оттуда появляется много фотографий и видеозаписей погибших военных имеют и не расстрелянных а конечно погибших в процессе боев и соответственно это говорит об активизации боев в том числе мы видим на то что активизируются российские силы на по направлению на белогоровку в луганской области и около верхней каменки там где находится лисичанский нефтепрорабатывающий завод там есть их расположение сил и они следствием пытаются атаковать белогоровку луганской области чтобы как мы полагаем и как многие другие эксперты полагают отвлечь украинские силы от атаки по направлению на криминую чтобы перетянуть их силу и туда мы последние неделю наверно ожидали что наверно будет какая-то активизация боев на запорожском направлении потому что это направление очень важно сейчас для россиян ну что поскольку оставили правобережье днепра теперь перешей к крымский перешей там где армянск например он легко простреливается хаймерсами соответственно снабжение российских войск которые находятся на юге украины затруднено соответственно нужно снабжать их по каким-то другим маршрутам например со стороны донецка и там и от донецка в сторону юга украины в том числе железнодорожные ветки но проблема краски в том что эти железнодорожные ветки находятся в зоне поражения ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров соответственно это угроза снабжение уже и с этой стороны для российских войск поэтому мы ожидали что в эти дни будет активизация боев на запорожском направлении пока что это активизации мы не видим возможно они просто в процессе еще переброски войск после того как они ушли из правобережья но однако мы видим там другие факты например когда мы вот этот громко тоже видеозапись последних дней где мы видим как по угледару применяют зажигательные боеприпасы что является безусловно военным преступлением потому что применение зажигательных боеприпасов доставляемых по воздуху черте городской черте она категорически запрещена даже если там есть военные цели это недопустимо это является военным преступлением ну и в целом мы будем продолжать ждать что скорее всего возможно будет активизация на запорожском направлении а сватовское направление которое было до этого обсуждалось в последние недели очень активно в связи с мобилизованными которые там постоянно погибают она пока что по и на по линии разграничения более менее стабилизировалась и возможно это связано с тем что обе стороны подвозят дополнительные силы сюда на это направление руслан еще один вопрос германия предложила польши систему пво патриот после падения ракеты на границу с украиной вот вопрос 1 банально насколько вообще это мощное оружие действительно ли это какая-то современнейшая система пво и 2 значит ли это что это оружие может отчасти защищать и границу украины зависимости конечно того где их разместят в теории такое то тоже возможно тем более что мы видим сейчас судя по всему цель россии в плане дальнейших обстрелов украины помимо дальнейшего террорного граждан украины это еще пресечь возможность помощи со стороны европы для украины в плане именно электроэнергии и скорее всего удары по тем подстанциям которые соединяют энергосистемы украины с европейской энергосистемой они будут продолжаться поэтому в теории наверное было бы разумно разместить там где-нибудь поближе границы пво дополнительно и защитить таким образом допустим эти подстанции я не знаю будет это сделано или нет посмотрим но система патриот достаточно до современная вот но естественно сейчас они существуют таких тем противовоздушной обороны которые защищают прямо на сто процентов но тем не менее это лучше чем ничего конечно продолжим тогда разговор о вооружениях поступает новостью о том что россия теперь уже будет самостоятельно производить самые легендарные я это слово беру в кавычки иранские дроны шахет как кажется если реально возможность перспектива наладить это производство учитывая что военно-промышленный комплекс он находится примерно на том же уровне развития что и многие другие отраслевые направления внутри россии и если раньше россия все-таки вынуждена была закупать вооружение за границей то получится ли что-нибудь сделать на своих станках и заводах речь конечно идет о том что не о том что россия будет с нуля делать какую-то копию скорее всего они просто берут готовое готовое решение и уже будет производить у себя причем я не исключаю варианта что изначально там из ирана в россии будут поставляться так готовые комплекты для сборки допустим которые ты просто допустим чем-то модернизируешь там ставишь военный глонасс например и собираешь готовые бесплотник это тоже будет считаться производством поэтому вот таких вот деталей на каком уровне это будет производство мы не знаем может это производство в формате вообще просто переклейка логотипов и дорабатывание этого глонассом то такой вариант тоже возможно вообще это был логичный шаг со стороны россии потому что позволит избежать дополнительных последствий говорит что типа это именно наши бесплотники никакие там не иранские ирана позволит это поддерживать свою позицию в публичной сфере говоря что нет мы не поставляем бесплотники россии это их собственные бесплотники вот ну и плюс защитите там от потенциальных ударов какого-нибудь израиля допустим по какой-нибудь фабрике которая производит эти бесплотники в самом иране то есть такие положительные моменты для россии есть есть еще одна новость связанная с россией зачитаю в белгородской области начали формировать засечную черту насколько оправдана такая реакция со на белгородских властей действительно ли уже настало время как-то окапываются и усилять кратно оборону области ну мы вот такие сообщения видели почти чуть ли не с февраля именно после начала вторжения уже когда раньше они касались в основном шебекина и на многие местные жители присылали прям фотографии видеозаписи где было видно как в шебекина и там или еще ближе границы проют окопы там вдоль дорог мы это было видно солдат ставят блокпосты стояли на дорогах то есть было ощущение как будто бы готовится что сейчас украинские войска войдут на территорию россии понятно что ну и мы сами не ожидаем того что когда-либо украинские войска войдут на территорию россии зачем им это и не требуется наверное отчасти российские военные оправдывают тем что возможны вылазки отдельных и диверсионных украинских групп и типа поэтому нужно строить такие фортификационные сооружения и размещать там дополнительных военных плюс как мы знаем приграничные районы россии они скорее всего будет регулярно под обстрелом по понятным причинам что военная техника военные цели находятся и соответственно и там часто будут в том числе и срочники поэтому их тоже нужно каким-то образом защищать от осколочных снарядов от других снарядов и для этого нужны фортификационные сооружения тоже руслан сегодня глава луганщины сергей гайдай сообщил что россия перебрасывает тысячи солдат из херсона как раз на донбасс что это сейчас такой самый мощный самый активный участок фронта не можешь ли ты рассказать что конкретно сейчас там происходит почему именно туда максимально активно перебрасывают войска я думаю перебрасывать скорее всего в луганскую власть это как раз примерно направление саватова там или криминале потому что такие были сейчас до этого самые слабые направления и поэтому мы видели там серьезно продвижение украинских войск там после лимана потом они уперлись в сватова навалили много этих мобилизованных мы начали получать поток сообщений что там пачка мобилизованных погибло здесь пачка мобилизованных погибло там попали в плен были вот эти вот скандалы жалобы что отправили на передовую мобилизованных чтобы как это все нивелировать и стабилизировать фронт я думаю сейчас переправляет как раз таки справа бережа днепра часть единых войск чтобы укрепить линию фронта там я не думаю что сейчас российские войска пойдут какую-то новую атаку разве что для отбития позиции которая освободила украина такое возвод допускаю но так чтобы пойти в масштабную атаку я не особо этому уверен потому что сейчас похоже что тактика российской стороны в том чтобы максимально затянуть войну и пока что держать оборону и затягивать войну и давить другими способами и на украину и на ее западных партнеров руслан спасибо тебе большое руслан левиев военный эксперт был с нами на связи но мы переходим к следующей теме спасибо вам что смотрите нас для того чтобы мы продолжили свою работу поддержите нас оформите спонсорство или нажмите кнопку спасибо под этим видео внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и чё а а и и и и